здравствуйте в эфире проспорт с вами имена ахмедов и темой нашей сегодняшней передачи будет футбол квалификация euro 2024 и нашим гостем студии будет футболист известный прошлом футбольный блогер фристайлер нукзар квиртия нукзар здравствуй добро пожал стадио здравствуйте ну за 1 вы из тех гостей которые не первый раз приходят на студии на самом деле очень много тем есть на сегодня которые хотелось бы обсудить во первых квалификация euro 2024 и выступление сборной азербайджана и начать этот разговор хочется с матча против бельгии как бы вы оценили эту встречу учитывая уровень соперника и учитывая итоговый результат но бельгия не слабая команда и во-первых бельгийский чемпионат нашел в топ в 5 сдвинуть с францию да и у бельгии ну да есть потери были как и гадают лицами керина дебро и бителя не было тоже но в целом азербайджан очень неплохо сыграл этот матч но возможность несколько раз поразить ворота но опять-таки тот гул который пропустил азербайджан это чисто случайность но как говорят везет сильнейшим но в этой матче я не сказал что прям бельгия так настолько выглядела сильным как например если сравнить испанию грузию об этом матче мы еще поговорим о матче испании грузия касательно того забитого мяча удар букаёка рикошет от тараска вот вы как футболист просто как подобный случай именно анализировать на тренировку чтобы быть готовыми к ним ведь потому что рикошет это такая вещь которую ты никогда не бываешь году но тут момент другой тут еще есть фактор соперника что как он настроен бывают нападающие когда вот у него игра не получается но он фартовый как допустим был инзаги раньше наверное в этом матче не знаю все наверно сложилось так чтобы именно попала в него и отлетел так мяч и залетел на это бывает очень редко но бывает то есть если бы не было этого мяча то сценарий матч мог бы быть другим как вы думаете учитывайте момент который азербайджан создавал и там был момент когда именно худофф на добивание мог все это открыть там защитник спас да то есть многие больше вот если не этот гол был бы 00 тогда но на самом деле это же не так нет не так потому что может быть в другой атаке бельгия забил этот мяч или же допустим азербайджан забил бы первым бельгия сравняла бы и может в конце еще пропустил бы азербайджан или же азербайджан забит то есть сценарии поменялись бы по-любому а может быть и остался бы 00 об этом уже она нет смысла говорить как бы если бы до кабы но учитывая то как азербайджан играл то вполне заслуживал на ничью ну история не терпится слагаться на наклонение как говорится если бы а если вернуться вот к этому забитую мячу существует ли тренировка когда до суши дал кипра тренируется о том что удар идет в одну сторону и рикошет и он близко смещается другой на нове тренировки какие тренера чаще его на игру абсолютно все и на уровне сборной на уровне премьер-лиги даже на уровне любителей и даже на уровне ютуберов и блогеров обычно то есть сейчас прогрессирует вот это вот всякие инвентарь который постоянно обновляется и добавляется в тренировки и раньше ну наверно года два назад было такое что бутылки с водой разбрасывали возле штрафной тренер по вратарам бил и отскоки то есть он каши да и должен был вратарси реагировать но сейчас много таких тренировок проходит в том числе и сборная азербайджана тренируется но тут момент такой что рикошет бывает разный и дальний удар и он не сильный был удар шах рудим пошел уже этот мяч уже забирайте он даже по мужу упал и этот момент такой что во время того ну когда он лежал уже в этот момент он изменил на направлении то есть вины долга кипра нет нет конечно абсолютно это дело случая да конечно тут шах рудина вообще не стоит винить судя по тому как по последним играм его много критикуют но в этом моменте он вообще не виноват а а если именно касаться шах рудина его уезд в турцию он пришел команду адана аден или спор как оцените сейчас вот этот переход насколько ему будет где-то на руку попробовать себя за границей ну да он всю жизнь играл в азербайджане я хочу сказать что он неплохо играл то есть надо всегда надо говорить что сделал человек хорошее тоже если все будем смотреть только на плохое но это будет неправильно сожалению почему-то забывается все хорошее когда человек запускает одно я я очень надеюсь что шах рудин в турции раскроется еще больше и писать еще сильнее потому что во первых ну когда вот такой момент происходит в карьере ты хочешь доказать всем что на самом деле я сильный вратарь и он такими является просто нужно это увидеть всем и в турции я думаю он проявить себя хорошо тем более там хорошая команда болельщики мы знаем как этот город любит футбол и фанаты до самого времени адаптация не нужно будет ожидал кито стоит шах рудину один-два матча провести на высоком уровне я думаю там на руках будет носить сборная азербайджана но вот перед тем как именно сборный побывать на относительно бельгии насколько сегодняшняя вот эта бельгия отличается от той бельгии который мы привыкли видеть когда азар был форме когда они были именно лидерами мира урати когда они сейчас первые десятки но это уже не то бельгия которую явными фаворитами записывали даже нельзя ну мы помните раньше на чемпионате мира по мы говорили что у бельгии сейчас идет обнуление смена поколений на доволен и газа да мы об этом это обсуждали в принципе мы сейчас это видим то есть это продолжается эта работа идти мы видим новые имена мы видим совсем другую бельгию даже самые сказали что насколько это бельгия заслуживала вот именно так вот выиграть да вот с этим рикошетом то есть то бельгия которая была на чемпионате мира и до этого то есть она намного сильнее но если посмотреть по истории то с бельгии у азербайджана хорошие бывают результат правильно ну за исключением на выезде одного матча 41 когда да да здесь мы 11 сыграли на клубном еще лаза на клубном еще лучше то есть и в этом матче мы то есть могли ничью я думаю могли и заслужил до 8 вопрос вот ничья заслуженный результат нападение азербайджанской сборной все-таки нужно ли какое-то время или чего ждать чтобы вот у нас есть много форвардов в азербайджане там ахиры мрели сейчас надо даша раме шейдаев муса гурбалны даже в какой-то момент на поле было три нападающих все трое были на поле и раме шейдаев и муса гурбалны во втором тайме был и махиры мрели здесь чтоб грамотно использовать всех этих форвардов как нужно действовать тренер джаниды без уже не первый год здесь находится выпускать по одному форму играть в два какой-то мы игре играть в три форварда как и делать чтобы именно эти связки и именно эти форварда это хороших форварда вносили результат ну тренер дебязи лучше нас разбирается более знает что это он добивался хороших результатов алманы вода и имея в арсенале таких форвардов то может быть ему еще и трудно решиться как поставить играть два нападающих играть в 32 вингера и один цент форвард то есть опять таки может быть он прощупывает сейчас почву как ему лучше как команда может лучше играть с тремя форвардами все что чтобы все были на поле эти форварды или чтобы один хотя бы было потом выходили двое то есть возможно через две игры не знаю может быть даже не в этом цикле мы увидим уже совсем другой азербайджан именно в нападении атаку даже если дебязи останется да даже если бязи останется уехал за границу мусагур баллы сейчас махер им рели выступает за границей рамиль тоже да и рамиль тоже и ренат да правда в грасхопер сейчас в аренду ехал турцию насколько будет полезно чтобы сейчас даже скорее атакующие полузащитники чтобы они тоже уезжали увидели другие чемпионаты ну далеко не надо ходить в соседнюю грузию они практически все убегают со стороны лишь бы попасть в другие топ клубы даже если они не попадают в топ клубы они там два сезона отыгрывает и потом все-таки они как-то как бы заметными становится для топ не пяти но может топ десяти чемпионата но я думаю что по-любому надо пробовать себя более сильных чемпионатах даже если там зарплата меньше но нужен рост то есть до определенного времени ты можешь играть чемпионате азербайджана но потом наступает наступает смена поколений и приходят новые ребята и эти новые ребята намного слабее тебя им надо дать дорогу и самому ну ну да у нас грузии так и происходит приходит поколение молодое эти уходят и вот так вот смена поколений постоянно у нас здесь в азербайджан бывает так что футболист только играть чемпионате азербайджан и все дальше дальше он даже не пытается куда-то уехать ну ну а вдруг получится всегда же но всегда можно вернуться правильно но если попробовать а вдруг у меня получится все таки там я всегда играл с такими амбициями что я должен где-то в других местах тоже попробовать чтобы расти может быть у меня не получится но как человек я вырасту что-то увижу новые могу что-то передать потом новому поколению что а вот так там играет там так говорят там так настраиваться на игру ну много факторов есть что можно научить допустим в азербайджане все знают как устроена система даже молодой футболист который находится там не знаю в академии сабах не в чикарабах он знает уже что будет дальше правильно да да определенный момент на 17 18 лет если он попробует себя там поехать другую страну у него кругозор расширится он увидит что а тут можно и вот так вот действовать и вот так и я думаю что от этого человек всегда будет расти но это мне кажется не только футбольной сфере это в любой сфере так в принципе да вы ведь свое время тоже как бы приняли решение уехать и вы приехали сюда да я не жалею я знаете я вырос как человек я вырос так я стал мудрее я стал видеть эту кругозор расширился я познакомился с новыми людьми я увидел футбол с другой стороны допустим я поехал в тунис играть я увидел как и даже да я увидел как там готовится как там болеет как там относятся вообще футболисты то есть совсем разные то есть вроде бы система одна но подходы всех очень разные то есть это совсем другой мир правда странах относительно семьюшного матча азербайджан и ордания ориентировочный состав сборной азербайджана шухруди магомедалев на воротах линии обороны бахлу мастафа задер арахиль мамедов антон кривоцок турал барамов эльбин джафа гулиев но здесь линии полузащиты джордж кунденив эмин махмудов алексей сайф ренад дадашев раме шедев нападение два игрока но здесь даже можно сказать 5 номинальных защитников 2 барам можно использовать полузащите все-таки вот выбор такого состава какой будет твой прогноз на матч и может быть где-то лучше будет в перерыве висит состав но это ориентировочный состав может быть состав будет иным используется состав начале а потом всех заменить учитывает то что товарищ ский статус но если бы игра ну когда сборная товарищ ский статус тут как бы это не контрольный матч для клубов это уже сборный там там же очки тоже учитываются рейтингом рейтинг да да это имеет большое значение поэтому я думаю что тут ребятин на результат будет играть чтобы выиграть потому что футболистам нужно почувствовать вкус победы это я даже уверен что сегодня азербайджан выиграет ну вот перед матчем тебя и сказал нас ждет важный тест перед октябрьскими играми нужно серьезно подойти к игре от матча сада не зависит кому мы пригласим в октябре это хорошая команда они сейчас на 89 позиции в рейтинге фифа находится так что возможно да все таки и на состав и на результат он сейчас да да на результат однозначно будет играть наверняка будет установка что ребят нужно выиграть это по любому другого результата не нельзя ждать относительно квалификации евро 2024 но вот здесь хотелось бы еще коснуться одного неприятного эпизода который произошел накануне в матче армении хорватии вновь мы видим дрон который прилетает на поле с этим непризнанным флагом никем не признанным этим флагом все по российского режима и вот как уефа какие санкции должен все-таки сделать уефа чтобы мы прекратились вот эти провокации мы перестали это видеть ведь на матче турция армения именно был со стороны фабу запрещено приносить на стадион азербайджанский флаг но никто не запрещал вот эту запрещенную символику приносить на матчах с хорватами когда при про при походе стоит на стадион всегда предупреждают даже на билетах на написано и даже социальных сетях делится что можно что нельзя да но всегда есть лазейка и когда ты принимающая сторона то это этих лазеек становится больше и если ты это целенаправленно делаешь то наверняка там были закрыты глаза они просто пронесли это и они это сделали во первых пустить дрон на такой матч я не знаю это знаете когда чтобы дрон запустить это нужно разрешение правильно даже если ты без разрешения это делаешь вот я ездил когда в казахстан на матч актубе торпеды кутаиси были запущены два дрона моментально буквально за это полторы две минуты полиция специальной техникой начала сбивать эти дроны они в течение двух минут убрать тоже даже стадион не заметил это потом уже фотографии вышли видео но практически не было заметно то есть это так быстро моментально сделать но в этом случае я думаю что это было все специально сделано не может быть чтобы никто не среагировал он так летал спокойно то есть это просто но что до что должен делать вифа во первых должен штрафовать я считаю что должен отнимать очки потому что это уже не футбол тоже не спорт это уже политический в решении без зрителей вот мы видим что мы бывают когда бывать китры эпизоды в венгрии было на вот и по мне было такое решение с вами пока не раз и на клуба рой я не знаю как у его принимает решение даже вот я до эфира говорю что нам не стоит бан на еврокубке только из-за того что я стоял не в том месте этого во время матча во время маньян до еврокуб карабах гент то есть моя задача показать азербайджан моя задача показать что клубы азербайджан играют еврокубках успешно и тем более карабах и на фоне было поле где шел матч и именно под кадр какой-то сына после мальча это было после матч до в миг зоне мы мы знаем наше правило что мы можем стоять там как журналист но почему-то уефа принял решение что я не имею права там стоять и мне запретил на групповом этапе посещать матч карабах хотя это был плей-офф конференции на группам этапе еврокубка на еврокубку вот такое решение то есть мне запрещают а дрон может разлетать но за что новый что аф обратил свой фа по поводу провокации во время матча армения хорватия вот по поводу как разки этого квадрокоптера который прицел и будем ждать теперь какого-то решения потому что это уже не первый случай существует должна ли быть какая-то систему вот как право чтобы не допускать вообще эти дроны что пролетали вообще существуешь на студент такая да существует и я эти аппараты даже видел вот в казахстане я видел он сразу его убирает то есть он как только появляясь на территории там когда включая реагирует до когда вы отключаешь дрон на телефоне показывается зона красная зона это где нельзя летать да и эту зону можно как-то защищать а то есть если что-то в эту зону отходит он сразу должен реагировать убирать этот дрон и что но видимо в этой игре и этого это просто сделали зеленый коридор и он просто пролетел ну когда джуди ланш играл с карабахом то же самое было я уверен в этом потому что это была провокация еще немного квалификации евро 2024 ну вам очень близко конечно же сборной грузии их поражение от испании 17 их висок в расхеле которые уже несколько месяцев не забивает что случилось что не так все в шоке никто не ожидал такого результата но не будем как бы говорить что да это грузия проиграл но там испании игра у них все получалось и это поколение очень сильные насколько мы видим они уже повзрослели те ребята которые уже в прошлом году были и детьми в этом году они уже видно что взрослеют да и тут хвич аппарат хели один я думаю что ничего не не смог бы сделать просто испания перед да тут просто испания именно в этом матче сделала все же которое уже нашло себя там по-моему из 12 ударов 77 залетел это просто да как сказать грузия попала под руку под горячую руку до испании это но до этого мы два раза их обыгрывали может быть они разозлились а потом еще 21 был когда на после минуте альму забил тогда 10 гола груза надо квалификации чемпионата мира в канала ну за но в завершении хотелось бы еще вопроса задать относительно у вас есть проект создания медиалиги в азербайджане вот сейчас матч звезд организуется как это дело проходит и какие все таки проекты здесь органы хотите организовать нам мы сейчас планируем сделать матч всех звезд и вот 16 числа как раз это будет на байло арене с этим у вас очень ждем и я от этого проекта ожидаюсь честно много потому что я хочу чтобы люди приходили больше на стадион не только мужчины но и семейная за культура боления я понимаю что это не тот уровень футбола который будет но все же люди допустим в америке шоу матчи будет это какие-то концерты они всегда приветствуются они заполняют трибуны вот я хочу вот это вот я как бы не только один это делаю я делаю со своими друзьями одному это очень тяжело сделать ребята которые тоже этим днями ночами и работают над этим проектом я очень благодарен им за это и мы все живем одной идеи чтобы заполнялись трибуны чтобы народ научился ходить на футбол не только ради там команд как там бельгия приехала там не знаю бразилия приехали барселона а именно да именно на азербайджан там на карабах на не в чина другие клубы премьер-лиги и другие какие-то мероприятия вот такого рода будущем мы планируем пригласить турков казахов грузин русских то есть в этих странах уже это очень сильно развито медили года за вы слышали об этом много ну да конечно у них уже три сезона прошло там но в этом матче и бывшие футболисты будут как я знаю там я видел ориентировочные составы на за аксианта мари фасадов твои заводов многие да и в плане смотрите у нас к сожалению в азербайджане таких матчей мало очень вот с бывшими футболистами да да хотелось бы больше это кубок легенд вот надо вот что-то наподобие чтобы допустим футболист завершил карьеру и сделали какой-то прощальный матч сделали all-star games там ну матч всех звезд ну да там европе поколение до поколение допустим который выиграл чемпионат европы и мира пример нефти поколение кубка содружества да и и поколение колени лиги себе она это было бы там пригласить этих же иностранцев которые были в это время я думаю что это вызовет большой интерес тех людей которые ходили на эти матчи потому что какие-то воспоминания теплые воспоминания что в лиге чемпионов играли гимна лиги чемпионов и раз услышали в азербайджане что не в чипе раз попал в группу лиги европы я думаю у всех ностальгия есть тот болезнь который был тогда он бы пришел и сейчас но он и остался и остался и пришел бы на вот этот матч именно звезд прошлого и можно сказать что настоящая ясно ну и уже совсем немного времени осталось до старта игре азербайджан и ордания все-таки как вы думаете все-таки по счету если смотрят выскажите 5 будет играть на счет сможет ли азербайджан на сухой победа тоже мне почему-то вот колорив всплывает цифра 20 я не знаю почему вот прям вот 20 не знаю ну давайте я скажу пусть будет 20 гонок куда азербайджан да бог по самому и складываться этот матч и конечно же от него будет зависеть и октябрьские игры а там а матч еще и со швецией остается там матч эстонии остается и домашний поединок против австрии у нас получается лишь еще береги в гостях там получается четыре матча в которых она все-таки можно где-то зацепиться за очки учитывая вот матч дома с австрией мне кажется где-то удастся зацепиться и в гостях я думаю что можно спокойно до после знаете нужно почувствовать пусть победы да и потом все само собой наладить допустим грузия тоже раньше всегда проигрывал почувствовали дошли до финала лиги нации так вот бывает я смысл удача из военской сборной спасибо вам ног за удачи вам ваших проектов будем ждать много много интересных новых проектов спасибо что пришли в студии ответили на вопрос вам спасибо за приглашение спасибо нашим гостям передачи про спорт был известен прошлый футболист а ныне футбольный блогер фристайлер нук зарк вирте это была передача про спорт с вами был амин ахмедов смотрите нас по вторникам всем доброго всем доброго